Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас за январь-май снизилась на 15% по сравнению с январью-май прошлого года. Положительная динамика в делах сердечных может быть в стенах правительства и звучит как сухая статистика. На деле же это десятки спасенных человеческих жизней. Профильный департамент впервые с 2008 года решился на кардинальные изменения маршрутизации больных с острыми сосудистыми нарушениями. До февраля текущего года помощь пациентам оказывали в первичных сосудистых центрах на базе Шуйской и Кенишемской ЦРБ, в Ивановской городской клинической больнице номер 3 и в областной больнице. Теперь всех жителей региона с острым инфарктом миокарда везут в последнюю, потому что только в областной больнице есть ангиограф. Лучшее оборудование, которое изобретено в мире для лечения пациентов с коронарной патологией. В среднем? Ну, я думаю, что за все время, может быть, был редкий день, когда хотя бы одного больного не привозили. Ну, бывает три, бывает восемь. Ну, наверное, рекорд восемь, когда за смену. У нас же помимо этого еще человек 30 пациентов плановых проходит через операционные. Поэтому, когда восемь, то это жестко, конечно. Один ангиограф в ОКБ установлен в прошлом году, другой служит с 2008-го. Его вот-вот обещают заменить на новый. Здесь сейчас проходит плановая диагностика. Пациент в сознании. Инструменты в его тело вводятся через руку или бедро. Оборудование позволяет детально исследовать сосуды на наличие патологии. Если таковые будут выявлены, провести операцию. А значит, опередить инфаркт. Второй ангиограф, как правило, свободен для экстренных пациентов. Сосудов, которые снабжают сердце, всего три. То есть, вот если один из трех закрывается, то происходит очень серьезное повреждение сердечной мышцы. И если в первые часы атерапевтическое окно составляет 12 часов, вот в этот промежуток времени мы пациентов берем, от момента возникновения боли, то есть от момента закрытия сосуда. Так это стоит расценивать. То мы можем быстро восстановить кровоток. И не только восстановить, но еще и улучшить. Казалось бы, 12-часовое терапевтическое окно – это очень много, но на самом деле нет. Пациент может не сразу вызвать скорую, будет терпеть боль, не подозревая, что у него инфаркт. Фельдшер скорой также может не сразу определиться с диагнозом. А часики-то, как говорится, тикают. Особенно для жителей отдаленных районов. Было принято решение о создании центра ангиографии на базе Кинишемской центральной районной больницы. Установка оборудования планируется в ноябре текущего года. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке помещения, процедура по приобретению ангиографа. Если ангиограф появится и в Кинишме, то шансы уложиться в терапевтическое окно возрастут более чем у 200 тысяч жителей области. Это население Кинишмы, Заволжска, Луха, Юрьевца, Пучижа. Специалисты, в свою очередь, убедительно просят не терпеть боли в области сердца, а сразу звонить в скорую. Это тот случай, когда время не лечит.